Каков наилучший настрой на Великий Пост? Как правильно настроиться? Ну, интересно, что сама Церковь нам задала этот алгоритм, задала этот вектор духовного направления теми евангельскими чтениями, теми евангельскими неделями и богослужебными неделями, которые предшествуют в Великому Посту. Они начинаются с недели Азахеи, потом недели Амбатарея Фарисея, сейчас неделя Блудном Сыне, потом неделя Страшного Судейства. То есть за целый месяц Церковь готовит христиан к началу Великого Поста. Интересно, вот эта неделя Азахеи, когда мы знаем, что человек Амбатарея для того, чтобы встретиться и увидеть Христа, залез на дерево из этой толпы, из-за которой он не мог увидеть Христа. И нам всем тоже, так сказать, некое направление, что в толпе Христа не увидишь. Не надо самим быть с толпой и не надо самим быть толпой. Человек, который хочет встретиться со Христом, он не должен жить по законам толпы. Мертвая рыба, она плывет по течению. Живая рыба течет против течения. И поэтому Господь так и сказал, малое стадо, не бойся, малое стадо. И поэтому вот сейчас, когда тоже будут такие... Христиане будут в меньшинстве Великим Постом, потому что корпоративы, обеды будут, так сказать, будут какие-то внешние вещи. И вот это сразу начнет отличать христианина. Значит, Великий Пост, потому что этого нельзя, того, того нельзя. Проявится это его мужество, проявится его твердость, проявится его внутренняя принципиальность. Но за этой принципиальностью не быть как все, не быть как толпа. Из-за этой принципиальности можно увидеть Христа. И Христос придет еще к такому на помощь. А потом направление другое. Мотари фарисеи, мы тоже об этом слышали. Чтобы, так сказать, не было внутреннего превозношения, что я не такой, как все. Они постятся. Они не постятся, а я пощусь. Я что-то из себя представляю. Дело в том, что святитель Епископа Гнатий Бичинина нас учат. Никогда не дай цену твоему подвигу. Никогда не дай цену твоей добродетели. Как только ты оценил свою жизнь, как только ты сказал, что я чуть-чуть стал другой, я не такой, как все. Все. Это крах духовной жизни. Это духовная прелесть. Потому что приближение ко Христу, оно, так сказать, свидетельство о том, что видение своих грехов. А пример какой? Вот мы сейчас сидим в прекрасной студии. Здесь софиты на нас светят. Иногда, когда я был в Останкино, там, так сказать, и припудривают для того, чтобы, так сказать, не было заметен пот волнующегося человека. А потушишь сейчас свет, вообще не поймешь, так сказать, я с бородой, ты без бороды. Никто даже не увидит и не поймет, когда не будет света. Приближение к свету выявляет, так сказать, нюансы, нюансы человеческого, так сказать, и естества. А приближение к свету истинно, как к Христу, выявляет нюансы человеческой души. И поэтому признак здравого человека – это видение своих грехов. Когда человек не видит своих грехов, он начинает видеть грехи других людей. Как есть такая нехорошая поговорка, если не умеешь и не можешь смиряться сам, смиряй другого. Это есть такой, наверное, у фарисеев такой девиз. У нас-то должно быть как раз все наоборот. Поэтому это тоже направление мысли церкви о нас самих, чтобы у нас не было фарисейского духа. Чтобы ты делаешь – делай. Ты понимаешь, как надо делать – понимаю. Ты это умеешь – умеешь. Ты это знаешь – знаешь, так сказать. Но это другой человек просто не знает. Ты еще не готов, еще не пришел к вере. Ты можешь деликатно подсказать, можешь деликатно научить. Пожалуйста, делай это. Но только не надо, так сказать, себе ничего переписывать. Кстати, интересно, есть одна переписка с Агуменей Таисией. Она была духовной чадой отца Иоанна Кронштадтского и была в духовной переписке с епископом Игнатием Вечениновым. И она была на строительстве Левшинского монастыря. И он с большим уважением относился к ней, потому что она была очень духовно-благородно воспитана и имела дарование Духа Святого. И однажды одна корреспондентка ей пишет письмо. Матушка, а скажите, ну она описывает свою жизнь, какие у нее подвиги, какие у нее молитвенные правила, как она борется со страстями, какие там добродетели у нее. И она пишет, матушка, а как вы думаете, на какой ступени духовной жизни я нахожусь? И она пишет, знаешь, чадо мое, я думаю, что ни на какой. Как только человек подумал, что он на какой-то ступени, то есть как фарисей, так сказать, я не такой, как прочие люди. То есть я чуть-чуть приподнялся внутри себя. Надо приподниматься, так сказать, не внешне, а внутренне быть другим человеком. Вот она и пишет, поставила ее на место, ни на какой. Вот когда человек именно так себя ощущает, как помните, в Иоанн есть такие слова, когда, смотрите, все павильонное вам, скажите, рабы не ключи мои, сделали то, что должны были сделать. Сегодня неделя облудном сыне, тоже настрой, так сказать, что нет ничего шире и нет ничего, так сказать, больше милосердия Божия. Потому что люди боятся, боятся встать на путь христианской жизни, потому что это предполагает, предполагает перемену всей жизни. Это предполагает оставление греха. Это предполагает некий суд над самим собой. Потому что люди, так сказать, не столько не понимают Евангелие, сколько не хотят ввести Христа в свою жизнь, потому что это будет предполагать перемену жизни. Никто не хочет менять. Причем не из-за того, что христианство и правоста очень сложное, не из-за этого. Оно непонятное какое-то, оно с обрядами, оно с непонятным языком, оно с непонятными одеждами, они с непонятными священниками какими-то там, которые якобы, так сказать, посредники, может, Богом человеку. У меня Бог в душе. Вот такой тезис, так сказать. Вот только непонятно, откуда он там взялся, если ты никакого отношения к нему не имеешь. А на самом деле, Христа на это дал, очень дал на это, на все имена, в яркий ответ. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злые, и они не идут к свету, чтобы не обличались дела их. А любящий истинный идет к свету, чтобы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот и все. Вот весь выбор, так сказать, между добрум и злым, не идут к свету, чтобы не обличались дела их. И Евангелие о блудном сыне, как раз, говорит о том, что не надо ничего бояться, не надо бояться переменности души. Потому что кто такой Бог? Кто такой Христос? Милосердный Отец. Милосердный Отец, так сказать, уже. Какая была встреча покаявшегося блудного сына, так сказать, какая была встреча. Никаких упреков, никаких, так сказать, взаимных, никаких обязательств, никаких воспоминаний, так сказать, а верните прежнюю одежду и оденье кольцо на перстень. Вот такое отношение Бога к кающемуся грешнику. Однажды я зато сказал, наши грехи, по сравнению с милосердием Божиим, наши грехи, по сравнению с милосердием Божиим, это все равно, что горсть песка, брошенная в море, а потом, говорит, и поправляется. Нет, нет, что я говорю? Я ошибаюсь. Море имеет предел. Море имеет границы, а милосердие Божие границ не имеет. И вот это еще один посыл. Еще один посыл к тому, что не надо бояться изменять свою жизнь. Не надо, кто-то, я знаю, есть одно замечательное стихотворение, не надо бояться тяжелой задачи, а надо бояться дешевой удачи. Не надо бояться быть честным и битым, а надо бояться быть лживым и сытым. Вот сытость, это некая духовная успокоенность. У меня все есть, ничего мне не надо, так сказать. Я нормальный человек, так сказать, это никогда не украл. Но сейчас сложно, так сказать, люди живут не украсть, так сказать. Не потому, что я это одобряю, а потому, что вот такая жизнь, так сказать, у людей, которые имеют к этому отношению, к каким-то материальным благам, когда они их делят. Вот, я не убил, не украл, так сказать, это как у жене, не изменяю, хотя тоже, так сказать, это тоже редкий человек, может, такой за собой сказал. Обычно осталось так. Я никого не убил, вот, и, так сказать, ну и все, и так, и замолкают, как будто, потому что остальное уже сложное, остальные в другом уже замешаны. Вот, и поэтому как раз не надо бояться этой перемены в своей жизни, потому что, в конце концов, любой грех – это раковая опухоль. И если у тебя обнаружили раковую опухоль на первых, на начальных стадиях, это очень хорошо. Почему? Потому что есть шанс с ней справиться. Поэтому видение греха – это тебе шанс продлить твою духовную жизнь, продлить вообще твою жизнь, потому что прямая взаимосвязь, так сказать, грешники не приплывают до дней своих, то есть не доживут до половины дней своих. Это такие духовные настрои, которые нас, так сказать, это потом неделя в страшном суде. Напоминание о том, что, да, действительно, жизнь будет, жизнь будущего века. Одни окажутся с Богом, а другие – вне Бога. Что воздастся каждому по делам его. И потом смотри, так сказать, сейчас мы все живем в одном мире, а там будет потом разделение. И самое главное, что человек сейчас определяет свою жизнь. Не Бог будет судить человека, а дела человека будут судить его самого. Потому что он не согласился, не согласился жить по законам любви. Это выбор человека. Кто-то сказал, знаете, что такое ад? Нет, что такое рай? Рай – это там, а не рай – это такое место, рай – это такое место, где люди сказали Богу, да будет воля Твоя. Что такое ад? Это там, это такое место, где Бог сказал людям, да будет, сказал человеку, да будет воля Твоя. Ты сам выбрал это место. У Феофана Затвольника есть потрясающая мысль, так сказать, о человеке любви Божьей. Он сказал, Бог на страшном суде, Бог на страшном суде будет искать не за что бы наказать человека, а за что бы оправдать человека, лишь бы только что-то доброе и верное нашлось за его душой. И вот это тоже настрой, настрой всей церкви, богомудрой церкви, со все ее богослужениями, евангельскими чтениями, все настраивает эту душу именно на этот духовный лад. Нигде не говорится, нигде не говорится о мере поста, нигде нет, так сказать, ни в одних богослужебных текстах нет предписаний о мясе, о рыбе, о молоке. Это уже, так сказать, наше предание, это уже наше, это уже толкование, это уже наши, так сказать, законы, законы Великого Поста. А сами богослужения, сами духовно-молитвенные тексты, они все о внутреннем, о внутренней перемене. Поэтому Великий Пост это не перемена на столе, а это перемена в душе, потому что мы спасаемся не картошкой, не кислой капустой, спасаемся не подсолнечным маслом, его количеством или его отсутствием, мы спасаемся то, что произошла ли какая-то перемена в нашей душе, поэтому настраиваясь на пост, каждый, так сказать, для себя должен поставить маленькую задачу.